Каждый десятый россиянин никогда не пользовался безналичным расчетом, выяснили в общественной организации Центр интернет-технологий. Так, например, почти 30% респондентов не используют электронные платежи, потому что не понимают, как это работает. Тем не менее, возможностей перейти на «ты» с виртуальными деньгами становится все больше. Есть ли в этом выгода, разбирались мои коллеги. В мае 2015-го в Омске на смену бумажным проездным пришли электронные. До недавнего времени купить такую карту или пополнить на ней баланс можно было только в специализированных киосках и терминалах. В большинстве случаев за наличные. Чтобы процесс оплаты стал комфортнее, в мэрии взялись за модернизацию системы. Технологии для тех, кто часто забывает дома кошелек вместе с проездным. Скачиваем на телефон приложение. Если он поддерживает технологию NFC, то можно оплатить проезд, просто приложив телефон к терминалу. Загвоздка в том, что покупка билета в одно касание в Омске доступна единицам. Доля смартфонов, которые поддерживают такую технологию, бесконтактные оплаты, на российском рынке – новинка. Да и подобные аппараты доступны далеко не всем. Выводы делайте сами. Как часто в муниципальных автобусах встретишь пассажира с седьмым айфоном или HTC последней модели. Соглашаются с этим и сами разработчики из мэрии. NFC-технология должна быть секьюрным элементом, чтобы записать туда ключи. Это сложная технология и поддерживает очень мало телефонов. Порядком где-то 10 видов. Такие телефоны имеют в основном молодежь. При этом льготные тарифы студенческие и школьные оплатить таким образом нельзя. Потому за две недели работы новые технологии воспользовались не более ста раз. В Новосибирске, кстати, через 4 года вообще обещают полностью отказаться от наличных денег. А электронный проездной новосибирцы покупают уже 10 лет. В этом году в городе тестируют новое оборудование. С ним можно будет проследить за количеством людей в транспорте и их маршрутом. Однако аналитика дорого обойдется. Стоимость печати билета вырастет в три раза. Шаг к новым технологиям оплатят пассажиры. Но и бизнесмены не разделяют энтузиазма чиновников. Современные терминалы, как показывает опыт, слишком хрупкие для работы в сибирских условиях. У нас может банковская карта рассчитаться. Приучить пассажиров к электронным платежам, начав с привычного расчета по банковским картам, решили и в Томске. Пока терминалы работают только в троллейбусах. В мэрии следят за реакцией пассажиров. Есть ли интерес к новшеству. Кто-то ради интереса рассчитывается, просто интересно. Кто-то боится, допустим, закрывает. Пенсионеры обычно говорят, как вы нам доказываете, а где вы. Я говорю, вам чек дала, билет дала. Ну, боятся многие. Переходы на безналичный расчет по банковским картам готовятся и в Кемерове. В будущем это поможет сократить расходы муниципальных компаний на кондукторов и оптимизировать количество маршрутов. Но чтобы оборудовать городской транспорт электронными терминалами, нужно 40 миллионов рублей. Теперь ищут инвестора. Екатерина Хлимьязева, Динара Ганеева, Дарья Тарасенко и Артем Шершнев. Новости здесь, Омск.